Слово предоставляется Ивану Миронову. Добрый день! Спасибо, что пришли. Я хочу поздравить всех с Днём Защитника Отечества. Потому что сегодня Защитник Отечества это не тот, у кого есть справка о двух годах казармы и о пяти табуретках, сломанной дедами Айоголу. Но сегодня Защитник Отечества это тот, кто защищает национальные свободы, конституцию и закон. Так вот, сегодня эти люди это те, кто выходят и не боятся выходить на улицу и будут выходить. Потому что только под давлением площади сегодня власть прислушивается и власть сегодня начинает следовать закону. Манежка, сход, который был несколько дней назад по делу Мирзоева, показал, что власть может понимать только силу площади. Ведь смотрите, какая интересная ситуация, да? Когда общественность требует отменить кошерные бойни, все орут, это фашизм. Когда мы призываем не резать на улицы Москвы баранов, все говорят, это фашизм. Когда мы говорим, что нельзя отпускать убийц русских ребят по застоимость племенного барана, нам тоже говорят, это фашизм. И вот сегодня только улица, только вы, только мы, которые приходят на улицу и требуют исполнения закона, заставляют его работать. И я хотел сказать, что, к сожалению, Россия сегодня стоит перед выбором. Это или революция, или революционные реформы. Мы не боимся революции, но мы хотим, чтобы все прошло мирно, спокойно, во имя мира, благополучия русского, других коленных народов России и нашей страны. Только вместе, только единым фронтом и только через улицы и другие механизмы исполнения народной воли, конституции, закона, мы сможем что-то добиться в нашей стране. Спасибо. С Днем Защитника Отечества.